Всем привет! Сейчас мы на автобус пропустим и поедем. Поехали! Здесь не положено, переходи! Сейчас сказать, 3 часа дня, 12 градусов тепла, погода приятная, такая осень нам больше нравится, скажем на автобусе. Поехали! Поехали! как говорится, а я думал, что это Ешка кстати, вот о них сейчас, наверное, поговорим потому что уже опубликовали фотки не то чтобы шпионские хотя, может, и шпионские можно назвать но фотки с А-классом без камуфляжа я уже говорил на видео, писал в принципе, в страничке личной если кому интересно, там фотки есть но я опубликовал те прототипы, которые катаются закамуфлированные в Праге, то есть они еще тестируются а вот именно на тех фотографиях, которые сейчас раскрыли скажем так, там уже полностью чистые машины в оранжевом цвете и можно видеть, какой будет у них дизайн что, вроде ничего не носило, руки устали вот, и виден дизайн дизайн сразу откровенно скажу полный по-другому это не назвать потому что если на самом деле будет такой дизайн на то, что я видел вот этих вот закамуфлированных образцах там примерно вот как раз то самое и вырисовывалось узкие фары спереди сзади фары вообще напоминают Мазерати Леванте и это какой-то ужас, если честно потому что это не похоже на Мерседес это похоже на какой-то Хундай как говорится, это Хундай мне еще интересно, что меня грузовик обгоняет поэтому пошел бы он заняться вот салона там, к сожалению, нет но салона, думаю, примерно будет в ключе современных Мерседесов но мне интересно, уберут ли вот этот планшет посередине, который сейчас по классе как бы фирменная черта, скажем так потому что он не очень камильфон что-то здесь дорога вообще ушатанная становится ну как-то так, не знаю, мне вот эти вот изменения не очень нравятся на драйве все уже начали тоже его потихоньку обсирать по-другому это не назвать и увидим если он с такой внешностью выйдет это, конечно, вообще будет тихий ужас ну, как бы сомнений нету то, что его будут брать это самый дешевый Мерседес собственно, за счет чего Мерседес и вылез в продажах премиум брендов то, что Аквас представили не только Аквас, но еще и ЦВАшку которая раскупается практически как горячие пирожки и я думаю ну, честно говоря, я не видел статистику по популярности отдельных моделей Мерседеса потому что это было бы интересно кстати, посмотрите, туча явно дождик будет вот, интересно было бы посмотреть вообще разделение по моделям потому что что да как вообще продается я очень сильно сомневаюсь что кто-то может сравниться там с Аквасом МЛ-ка, мне кажется ну, бывшая МЛ-ка сейчас у нее очень дебильный индекс ну, GLE же, правильно, по-моему она вообще, я промолчу потому что это старая модель которую не хотят обновлять ленятся а давно уже пора давно а то будет им полная ай-яй-я тем более X5, Q7 обновляются постоянно они с Аквасом что-то засели немного странные это тоже это вообще логик блин, а там сзади еще скоро и вашу Машу кстати, сегодня же 3 ноября запуск айфона X того айфона, который не очень сильно удивляет скажем так но при этом он раскуплен в Москве насколько я знаю полностью оттуда надо будет посмотреть что здесь в Чехии по-моему его тоже раскупили хотя я смотрел в начале недели еще можно было поставить предзаказ и получить его именно сегодня с утра сразу же в начале продаж как сейчас не знаю может разобрали те же самые перекупы потому что российская цена немного бешеная это можно сказать прямо потому что она выше по-моему на чуть ли не на 200 или 300 долларов чем то что в США а здесь цена сколько она была здесь цена тоже не дешевая скажем так потому что она выходила что-то около полторы штуки долларов кстати это очень интересно надо будет посмотреть курс современный потому что доллар сейчас вообще удивляет и приятно и неприятно но очереди были очереди были и причем очень бешеные все стояли с утра с вечера вернее прошлого дня посмотрим как будет продажа и поеду она 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, сейчас, в принципе, период затишья начинается, потому что ничего особенного нет. И как-то... Очень интересно будет, кстати, посмотреть, что на Черной Пятнице будет, что в США, что здесь. Здесь уже есть баннеры, то, что будет в конце ноября, крупные распродажи. В том числе и по камерам, так что посмотрим, что выйдет. Крепление для GoPro, кстати, до сих пор не пришло. Ждю. В принципе, с этим особой спешки нет, но все равно хотелось бы уже нормальный угол обзора выдвинуть. Так что посмотрим. Погодка хорошая, конечно. Но явно дождик будет. Раз так прям рассвечивает. Вон, типичная пражская машина. Нафиг он здесь нужен? Вообще не понятно. Все-таки погода тоже очень хорошо влияет на ваше настроение. Ладно, в принципе, приехали. Еще увидимся.